Ну что, друзья, всем привет, всем вам доброго вечера, мы с вами продолжаем следить за Дотой, и сегодня в эфире у нас Epic Prime League, второй игровой день, первый сезон, и вступают в бой два очень интересных коллектива, это Virtus.pro Prodigy и WinStrike Team. Если для первых, для Virtus.pro Prodigy это уже второй матч в рамках этой лиги, напомню, что вчера они сразили своим основным составом с Virtus.pro и уступили там с счетом 0-2, то для команды WinStrike это дебют, это их первый матч, собственно, также попробуют хорошо начать, собственно, эту лигу и набирать уже непосредственно свои баллы. Запланирована сегодня только одна игра, друзья, то есть посмотрим всего лишь одну встречу в формате BO3, но надеюсь, она будет очень интересна, надеюсь, что она подарит нам много эмоций, много интересных каких-то знаковых моментов. Для вас будет комментировать, конечно же, студия RUHUB, сегодня в лице Морталис и Адеквата. Дим, привет, добрый вечер, какой настрой? Привет, привет, да настрой, как обычно, боевой, отоспались после ночной Америки и в бой. Мы тут недавно с тобой обсуждали по поводу команды WP Prodigy, когда комментировали их матч за попадание на третий сезон при матч-лиге, и мы говорили о том, что было бы неплохо, наверное, самим ребятам обнулить вот этот свой победный стриг, просто для того, чтобы с моральной точки зрения на них ничто не давило, и они проиграли, и проиграли своим старшим товарищам, и я думаю, что именно в таком матче лучше очки потерять. Если вы проиграли WP на лиге, зато не проиграли всем остальным, то этого будет достаточно, чтобы высокое место занять. Virtus.pro сейчас действительно в отличной форме, но WP Prodigy постараются просто им соответствовать, и я думаю, что этой команде многие соперники на лиге по силам, вот прямо очень многие. Здесь крайне сложно будет предугадывать исход матчей с их участием. Пожалуй, да. Ну, вообще, чтобы понимать, друзья, 6 матчей подряд выигрывали официальных ребят из Virtus.pro Prodigy с момента своего основания, то есть не было поражения, вот первое поражение только вчера. У меня вот буквально вчера брали небольшой комментарий, ребята из Sports.ro тоже по поводу этого состава, но мое мнение таково, что пока вот с более серьезным соперником WP Prodigy не сталкивались, они выглядят мощно. Вчера столкнулись с Virtus.pro и была видна разница в уровне исполнения, что действительно WP там вот выше по всем параметрам, включая стратегии, включая перемещение по карте, включая лейнинг и всему-всему остальному. Вот. И понятно, что вот интересно было бы посмотреть на Virtus.pro Prodigy уже в сравнении с какими-то топовыми европейскими командами, может быть, там на международной арене, да, с коллективами из других регионов. Ну, это, конечно же, все попозже. Сейчас Virtus.pro Prodigy должны набить шишки, то есть где-то проиграть, где-то столкнуться с первыми проблемами, преодолеть эти проблемы в первую очередь, и потом уже этот коллектив станет полноценной командой, которую можно как-то будет оценивать с нескольких сторон. Ну, а что касается команды WinStrike, мы с ними наблюдаем уже давным-давно. Видим, что, ну, был у них тоже хороший период, был вот период стагнации, да, вот можно сказать, что текущий момент — это момент стагнации, где побед уже они не завоевывают особо громких. И видим, что уже первый, видимо, я так понимаю, замены есть, да? У них играет теперь Мелажул в составе. До этого Мелажул у них в команде нет, и заменил он товарища Янг-Джи, если я не ошибаюсь. Чикиряо на месте, Фогас в оффлейне на месте, Тейсейв на четверке на месте, Кикит на пятерке на месте. Да, вот Мелажул у нас вместо Янг-Джи, судя по всему, на центр для команды WinStrike. Ну, вот уже какие-то первые изменения в этом составе. Не знаю, временные, невременные, но поглядим, насколько это сильно скажется на их игре. Я думаю, что может сказаться, потому что позиция очень важная. Обычно, когда ты меняешь игрока в центре, то команда может просто по-другому заиграть. Другой стиль какой-то будет, может быть, присущ. Ну, скорее всего, да, поглядим, поглядим. За WinStrike давно не наблюдал, честно. Смотрю по истории их матчей, не то чтобы они прям много где выступали в последнее время. Вижу, квалификации были на Лос-Анджелес, на европейский СНГ-шный регион, который они не прошли. Там прошли Chicken Fighters. Ну, до этого какие-то вот небольшие турнирчики. Вот, играли на паре матч-лиги. Тоже последние матчи не самые успешные были. Но, в общем, пока особо отталкиваться не от чего. Зато было много времени подготовиться. И, ну, я думаю, что они давненько уже знали, что будут первым матчем играть против Virtus.pro Prodigy. Могли что-то подготовить. Но в экдрафт, наверное... Так, Миложил же играл уже, да, с ними? Вот, честно, не могу сказать. Покинул он, написано, 27 января команду и присоединился к Немиге. К Немиге? Угу. Ну, а Звин Страйк сколько он играет? Ну, его нет в основном составе. Ну, я, по крайней мере, непонятно. Хотя нет, вот написано... Стоп, стоп, стоп. Основа. Чё-то я запутался, если честно. Ну, в основном составе бинстрайка он пока не числится. Вот, что я могу сказать. Заявлен на этот турнир тоже Янг Джи. Играет Миложил. Ну, тут, как говорится... Ну, и на париматч лиге, соответственно, тоже играл Янг Джи. Ну, да. Минимум изменения по сравнению с париматчем есть. А значит, уже какие-то изменения и в игре, возможно, последуют. Ну, а к драфтам? А что к драфтам? Погоди, погоди, погоди. Давай, давай, до драфтов. Сперва просто оценим коэффициенты, которые предлагает нам наш партнер GGBet. На этот матч. Прямо сейчас. Ну, тут, конечно, тотальная доминация стороны Virtus.pro Prodigy прослеживается. 1.31 на VP Prodigy, на винстрайк 3.26. То есть очевидными фаворитами в этом матче идут именно ребята из Virtus.pro Prodigy. Ну, наверное, по последним результатам это имеет место быть. Ну, как мне кажется. Там у винстрайд, по-моему, результаты далеко не лучшие в последнее время. Да. То есть они там проигрывают и не попадают на ESL. Возможно, важнейший старт, на котором они могли поучаствовать сейчас. До этого на париматче очень много матчей подряд слили. Ну, прям большую часть. И играли на более мелких турнирах. И даже там не всегда получалось побеждать. Ну, то есть прям совсем не идут дела у ребят, так скажем. Ну, это хороший шанс начать побеждать наконец-то, потому что соперник грозный. Наверное, фавориты здесь выделяют абсолютно правильно. Ну, вопрос 2-0, не 2-0, да? Смогут ли винстрайки одну карту хотя бы отжать? Поглядим. Давай к драфту мы уже теперь поближе. Что у нас получилось? Это таск на ФП. Аккуратное начало. Ember Phoenix в ответ от Virtus.pro Prodigy. Bristolback'ом ответили в первой стадии винстрайк. Так, пуг на Wisp. Mars Natches Profit. Окей. Wisp у нас играет с Bristolback'ом, судя по всему, в паре. То есть будет такая стратегия. Идет Bristolback на передовое. Wisp там будет хилить. Bristolback будет давать урон. Уже в целом неплохой Mars против этого героя, против Bristolback'а. Уже неплохо ловит релокейты. Так, но получается по линиям. Это у нас Core Ember Mars. Скорее всего, суппорты Phoenix Pugna. Ну, или же Pugna в центр, если FN на ней захочет отыграть на нем. Хаскар. Ну, это то, чем винстрайки играют довольно часто. Хаскар у них появляется в драфтах. Не то, чтобы это какая-то неожиданность. Виртуз по продаже должны были знать, что они этим героем играют. Многие команды против винстрайка Хаскара банят. Ну, знаешь, особо тут затягивать, конечно, долгие очки не хотят винстрайк-тим. У них такой пик про давление, про выигранные линии, про раннюю доминацию. Воппо продаже найти должны ответ, как это все дело останавливать. Или затягивать в лейт. Потому что сейчас лейт потенциал у воппо продаже, ну, мягко говоря, посредственный. Если оффлейнер нам понятен, то вот дальше по позициям возникают вопросы. Потому что Эмбер может быть четверкой нынче. Пугна может быть саппортом любой позиции, а может и в центр пойти. Ну, стоять против Хаскара на пугне, наверное, тяжеловато все-таки. На Эмбере тоже непросто. Я бы брал какого-то конкретного героя против Хаскара в мид. Крайние линии как-то распределил. Ну, из разряда пугна Марс офлейн. Например, Феникс Эмбер легкая. Вот так вот. Героев, которые прям хорошо против Хаскара стоят вообще немного в доте. Верно. Идеальное стояние на линии против Хаскара — это в лесу. Ну, последние пару раз, которые я смотрел, хорошо стоял у д против Хаскара. Не знаю, по какой причине. Ну, вот снайпер тоже, наверное, может. Потому что Хаскар может до него просто не дотягиваться. Соответственно, стрелами жечь не будет. Ну, и снайпер, соответственно, будет на фрифарме. Ну, это хорошее решение. Вы знаете, насколько агрессивным будет Хаскар? Так отвечает обычно снасть в Virtus.pro. Я смотрю, тут Virtus.pro против Хаскара наворовали немножко какие-то интересные задумки. Потому что снайпер против Хаскара — это прям действительно хорошее решение. И тут же там No.1 несколько раз показывал, что на снайпере он играет суперкруто. Буквально вот недавно против самого же EFN он стоял. EFN был на Razer. Да, вот вчерашний матч как раз там No.1 на снайпере просто EFN уничтожил. Теперь EFN решил сам снайпера потестить. А по линиям, ну, получается так, как я и примерно предполагал. Да, это снайпер мид, это DM на Марсев сложный пойдет. Эйн вот разве что взял пятерку себе. Сейв Феникс будет у нас. Ну, эпилептикин, понятно, керри Эмбер. Ну, вот посмотрим, как расставятся пугные Феникс. Кто кому будет помогать? Кто поможет Эмбер, кто поможет Марсу, соответственно. Ну, винстрайка в центрах Ускар. Очевидно, Фогас будет тройка Фурион. Суппорт пятерка у нас Висп. Четверка ТСА на таске. Ну, и Бристалбек, да, керри Чикиряу. Вот такие вот у нас интересные распики получились на первую карту. Ну, как дедрафт это? В итоге снайпер закрыл, не закрыл? Снайпер, да. Снайпер здесь расстреляет всех. Снайпер и герой, который может купить себе Shadow Blade, чтобы бороться с Бристалбеком. Мне нравится. Мне нравится то, что есть ВП. У винстрайка, я надеюсь, что получится просто навязать вот эту борьбу в самом начале. Именно доминацию какую-то поставить. Потому что в противном случае очень тяжело будет. Ну, активные такие пики. Ждем много драк, возможно. Виспа сто лет тоже не видел. Да, пожалуй. Ну, вот то, что, конечно, снайпер здесь может Бристалбека закрыть Хускара, это факт. С другой стороны, есть нюансы. Если вот, опять-таки, грамотно сыграют в винстрайке, есть Фурион, который может за спину к снайперу прилетать. Вообще снайпер боится, да, того, чтобы к нему за спину кто-то пришел, кто-то у него дошел, кто-то вплотную начал с ним драться, он это вообще не любит. А тут как раз вот и Фурион такой через телепортейшн, и вот Висп с Релокейтом тоже такой, которые могут вот прям залететь с тыла и, в общем, заставить снайпера врасплох. Если вот как-то в Ритус Про Продиджи придумают классную позиционку, где Марс отличает на себя внимание, допустим, или даже Эмбер Спирит в какой-то степени, или там Феникс свой суперновый, то снайпера, естественно, при должном фарме всех расстреляет. Поэтому от ФНа здесь, конечно, будет выстраиваться игра. И конкретно на снайпера, мне кажется, должны играть Виртус Про Продиджи в этой карте. В общем, желаем удачи двум коллективам. Баллы нужно зарабатывать, естественно. Опять-таки, для винстрайк дебют. Еще раз напомню, Виртус Про Продиджи пока имеют одно поражение без выигранных карт. Вот, очевидно, что нужны победы. Очевидно, что хочется удержаться в рамках первого сезона. Ну и понятно, что вот 8 команд, да, там из них 4 сразу проходят в плей-офф. И в следующий сезон там 2 самые последние команды вылетают, 2 играют в переходные матчи. В общем, надо закрепляться в верхней четверке, чтобы вообще не иметь никаких проблем. Для этого надо побеждать. Так, контроль баунти рун. Здесь TSA грамотно отжал у сейва как раз-таки баунти. Ну, скорее, сейв не смог, наверное, просто перехватить вражескую баунти. Но неплохо прожег TSA, не добил, ТП сразу и уходить. Все-таки Феникс будет на легкой помогать Эмбер Спириту. Ну, вот по линиям я тоже полностью угадал. Это действительно пугно, помогающий в оффлейне Марсу. Мы вчера видели одного пугну, который помогал в сложной линии. Против Медузы. Своему оффлейнеру. И там Медуза, да, стояла против. И Медуза 7 крипов убила за 6 минут. Так, на минуточку. Аликан 40. Так что здесь, если грамотно будет Эйн действовать, то вполне может Чекеря очень сильно мешать. Но Дем, соответственно, его где-то переконтролит с топориком. Ну, суть в чем, друзья? Суть в том, что пугно вот качает в какой-то момент декрип, будет кидать на Бристлбека перед важным дэнаем, допустим, перед дэнаем рейнджевика. И перед носом будет у него крипа забирать. Ну, вот обычно он как-то делает против таких фармил. Ну, с другой стороны, Бристлбек, помимо ударов с руки, конечно, обладает еще и своими кулспреями. Что тоже помогает, конечно, добивать в нужном количестве крипов. Поэтому посмотрим. Эйн будет, может быть, не так просто. Но пока стоят и видим, что Бристлбек в агрессию не идет. Он просто пытается бить крипов. Это понятно. Дем, в общем-то, занимается пока тем же самым. Начало пока более чем аккуратное. Я думаю, что обзавестись должны стиками сразу обязательно. Вот у Марса уже есть. У Пугны пока нет. Потому что Пугна купил хедрес. Но я думаю, первым же закупом себе стики должен принести. Иначе против Бристлбека нормально не сыграть. Так, что там в центре? В центре пока у ФН дела идут здорово. Он побольше крипов добил. Старается их у Скара харасить. Шрапнельку вкачал. Ну, все по единичке. Дальше, наверное... Хотя не факт, что он будет максить шрапнель. Вообще способность-то крутая. Очень много урона способно нанести в драке. С другой стороны, ты, возможно, хочешь иметь дальность атаки дополнительную. Чтобы совсем на безопасном расстоянии держаться против Ускара. Ну, или подпускать его поближе. Но иметь прокачанную шрапнель, чтобы убивать. Да, тоже вариант такой интересный. Так, Виспар на топе убивают. На Ферст Батт далеко, видимо, зашел как-то Кикит. Принимают его тут в два героя Диэм и Эйн. Смогли сделать этот фраг. Неплохо сыгран. Неплохо. Ну, и про нижнюю линию давай тоже поговорим. Эпилептик Кит здесь на керри Эмбер Спирити. Пока фарм прилично. 11 на 3. Пока лучше крипсат вообще на карте. Фогас. ДК Фогас. Ну, тоже держится. Тоже более-менее. Вот, суппорты работают. Стараются что-то блокить где-то, не давать отводить. Получается у ТСА сейчас Сейва немножко линию подруинить. Но, смотрите, пошел в агрессию сразу. ТСА делает телепорт. Ох ты, это было очень опасно. Но ТСА все-таки справляется с этим уродом. Ну, уходит на базу. Поэтому ДК Фогас здесь останется пока один. Блайтстоун. Эмбер Спиритус приятно очень стоять против Фуриона. Где-то лишнего от рента добил. Где-то пожег самого Фуриона. Урон ты не особо много получаешь, даже несмотря на наличие Блайтстоуна. Просто стоишь и все. Спокойненько фармишь. Ну, вот Крепстат мы видим. 18 на 4. Пока лучше на карте. Сейчас ли удастся вот как-то Сейву еще и вот отводы сделать. Было бы прям совсем круто. Чтобы линию полноценно сломать. И чтобы просто Эпилептик стоял под... Ну, под своим тавером, да, грубо говоря. Спокойно добивал. И фокус уже было посложнее. Если уж далеко слишком заходит там Фурион, то на Фуриона можно наброситься. Особо эскейпа у него нет. Ну, а Телепортейшн, в общем, штука, которая тебя не всегда может спасти. Так, ФН. Все-таки качается через второй хэдшот, мы видим, на четвертом уровне. Побольше урона. Легче добивать крипов, естественно. Ну, Хускар прям как-то совсем, конечно, не может крипов добить. Посмотри, на четвертой минуте у него всего лишь 9 на 3. Шапнель от ФНа забрасывает. Сдержит на дистанции Меложула, пробивает. Старается, чтобы у Хускара не было прям полного запаса здоровья. Чтобы он не шел в агрессию. Вообще, ФН линию уничтожает. Они друг друга мешают. Посмотри, видишь, 17 на 11. Да, по-моему, один только одному мешает. Сейчас отъедет Хускар. Хорош. ФН, красавчик. Классно. Это было очень круто. Пятый левел у ФНа, сейчас получит шестой. Может быть, даже ультимейт качать не будет сразу. Смотрим. На линии ультимейт. Может быть, не так много и даст. Мне прям интересно стало. Ну и вот тут круто, на самом деле. ФН вчера прям без шансов отлетел от этого снайпера, от нового Ана, будучи рейзером. И, ну, то ли посмотрел реплей, то ли что. Прям взял этого снайпера сейчас и так же уничтожает Хускара. Вообще, прикольно. Очень классный, молодец. Вот, хорошая опция. Снайпер действительно достойно способен стоять против Хускара, а то и выигрывать его. Хускар обычный герой ласт пика зачастую. А здесь он был пикнут не последним и под него подстроились. Так, у нас был контроль баунтирун. Три Virtus.pro продиджи должны забрать. Только одну TSA смог у Феникса опять-таки из-под носа забрать. Уже в очередной раз сейв пытается TSA руну отобрать. Не получается уже дважды. Так-то сейв, конечно, мог претендовать на то, чтобы чуть ли вот... Ну и на первом спауне лишнюю баунти забрать. И сейчас забрать 4 баунтируны для команды. Было бы, конечно, прям супер чудесно. Но, с другой стороны, друзья, и так, 6-ая минута. 2-0, 2000 преимущества. Старт у Вирус по продиджи уже великолепный. Единственное, кто там более-менее хорошо фармит, это Bristol Back на верхней линии. И то Марс по отношению к нему имеет даже чуть больше и Netforce. Поэтому тут жаловаться ВП точно не могут на свой лейнинг. Лейнинг у них пока хороший. Небольшая атака на Фогаса. Ну, просто всех пеньков сжечь. Почему нет? Слейт офист. Ничего фокусу с динайд не дали. И еще одна смерть. ФН опять солид. ДПшка сюда от ТСА. Но даже через эту ДПшку он не пойдет размениваться со снайпером. Так, снайпер 7-й левел. Ультимейт до сих пор не вкачал. Оставил поинт. То есть он на 6-м оставлял. Получил 7-й. Вкачал и снова оставляет. То есть, возможно, ждет, понадобится ли ему ультимейт вообще. То есть, кто-то пойдет гангать к нему и нужно будет запустить. Нет, потратил, потратил скиллпоинт. Долго так ждал. Он, да. На 6-м и на 7-м. Мне кажется, он просто думал, что именно взять сейчас. На снайпере ты такой настолько гибкий герой в плане скиллбилда. Есть персонажи, на которых ты там не имеешь права что-то другое кратчать. То есть, кроме как какую-то определенную ветку развития выбирать. Да, определенные скиллы. А на снайпере ты вот думаешь, вот лишний раз мне взять дальность атаки или хедшот. Или, может быть, шрапнельку на 3 взять, чтобы там еще больше доминировать. То есть, настолько подстраиваешься под оппонента в центре. И тебе нужно постоянно свой скиллпоинт в нужный момент потратить. И правильно его потратить. Здесь TFN, мне кажется, тоже просто раздумывал, что лучше взять. Решил, что шрапнель... По ощущениям нужно действовать. Насколько тебе легко или тяжело стоять в данный момент. Против своего соперника. Против какого героя тебе тяжело стоять. Ну, или наоборот легко. И ты, соответственно, берешь просто эту ситуацию и пользуешься этим. Вот сейчас планируется такой себе, конечно, выход. Не, вот так лучше не выходить. TFN просто будет уничтожать. Что одного пострелял второго. Один в два просто гоняет. Сейчас ультимейт запустит. Убьет. Может урона хватить, да, там шрапнель. Ой-ой-ой-ой-ой. Убил. Все-таки убил. Это третье убийство. Один в два просто разбирается. ФН красавчик, конечно. Да, когда у тебя есть... Более опытная команда в вашем-то... В вашей организации, которая вас побеждает. Вы так много опыта можете у них почерпнуть. Так много каких-то идей, стратегий. Это демонстрируется сейчас. Там на топ-сейфе умрет, возможно. Для него умрет. Сноу-бол. Доджер-бласт. Хорошо. Приходит Фогас. Дем. Ультимейт неплохой запускает. Есть топорик. Ультимейт пролетел. У них так много урона. Шарды неудачны. ТС. И только одним фрагом будут довольствоваться. Здесь ребята из Винстрайка. Он, по-моему, ДМа не задел. Ультимейтом-то? Показалось. Да. Не-не-не. Я видел, что анимация прошла по ДМу. Либо не разогнался. Мало урона. Да-да. Или стики. Сразу в этот момент бы использовал ДМ. В общем, там все было окей. Так вот. Хотел обратить внимание на то, что ФН на восьмом уровне как раз взял ультимейт, который помог ему сделать убийство. Ну, то есть, вот настолько жестко. Ну, что касается... Там есть старшие братья, которых можно что-то подсмотреть. Ну, давайте так. Винстрайкам тоже ничего не мешало. Я не мешал вчера посмотреть игру Virtus.pro и Virtus.pro ProDigy. Ничего не мешало. Ничего не мешало. Это игры в открытом доступе. Учиться можно... А пообщаться с ними после игры? Там, зайти куда-нибудь в дискордик? А ты думаешь, что они общаются? Так, ребят. Я думаю, что вполне могут. Ну, по интервьюшкам, которые я слышал, вот от основы стала VP, они так прям... Ну, не то, чтобы с молодыми работают и что-то подобное. То есть, это не та история... Ну, это, может быть, кто-то в личку зашел, там, условный FN или кто-то другой, написали там соло. Лёх, расскажи, что ты там придумал? Вот вы нас вчера победили. Хотим, если что, воспользоваться. Ну, есть хороший пример. Это вот OG, OG Seed, да? Как только OG Seed появились, там, ребята из OG, Step, Nutella, они так помогали своему молодому составу. Общались с ними, тренировали их, там, напрямую играли за них, там, да, на заменах как-то вот все это было. К себе приглашали в состав поиграть некоторых игроков на какие-то матчи. То есть, прям вот взаимная такая помощь от одной организации. Не знаю, насколько это так у Virtus.pro и в Родис попадет же. Ну, теоретически, такая опция должна быть у них, конечно, там, пообщаться, узнать что-то. Почему нет? ФН-пачку просто предметов сейчас выбил. Что там только не нападало. И сейчас выходит на топ помогать команде, где DM уже нападает на Чикиряо. Понимаешь, что Чикиряо пока еще ничего на выживаемость не купил. У него невысокий уровень. Его можно убивать. Таск в снайпера. Снайпера нужно как-то здесь попробовать добить. А кто будет это делать? Видимо, никто. Потому что приходит еще и Эпилептик. И будут сыпаться сейчас герои Винстрайк. Пока размен 2 в 1, но потерян Тускар. И успевает захватить аванпост. Более того, уходит Эпилептик Кит, еще и баунти руны заберет снизу. Две, это будет 4 баунти, 2 аванпост. Штарно. Идеально просто. Отыграли по 10 минуту. Все сделали. И забрали нескольких убийств. То есть выиграли непосредственно саму драку. Но Таск не мог там разменяться никак. ТСА четвертый уровень только. То есть он там до снайпера добрался вроде как, но Валрас Панча нет, урон дать некому. Как тебе такой снайпер? Рейдклик просто молнии. Да, 11 минута. ПТ-2, Рейсбенда. Играет 4-0-1. Ну и нужна была агрессия от Винстрайк. Для этого необходимо было получше линии отстоять. Но сейчас летят уже 6 тысяч на 11-й. Это гигантская цифра. И не пробиться просто через эти шрапнели. Там снайпер при желании чуть ли не 1 в 5 может защищаться. Прицел. Выстрел. Бум. Ну нет шансов на паспи здесь спастись. Пытается на сноуболе как-то выехать, проявить скиллух. Он тут эпилептик, просто слейд офист. Четвертый уровень прокачки. Прекращается существование соперника. Ну в первой карте, друзья, пока просто вынос. Я вот побаиваюсь смотреть даже на какие-то коэффициенты. Давайте взглянем. Все-таки наш партнер ГГБ отдает какие-то расклады. Ну 5.91 на винстрайк, на камбэк. 1.11 на Virtus.pro Prodigy. Ну я, наверное, думаю, что это по игре, да, все-таки. Абсолютно. Тут на камбэк рассчитывать прям крайне тяжело. Еще и герои, наверное, не те немного. То есть там нет сверх такого жесткого кэрри, которого бы снайпер не осилил, например. Нет спектры какой-нибудь. Или ПЛа. Ну а здесь погибает Висп, погибает Ристлбэк. Без размена снова. Шикарная игра от Prodigy. Разнос, друзья, просто разнос. Ну какой там камбэк, какой лей, да, когда у команды винстрайк сам пик был направлен на то, чтобы они давили, и они выигрывали вот с таким счетом, например. И с таким преимуществом в начале вот на 12-й минуте. Это они должны были так вести. А везут их. Везут на вторую карту. Обнуление вчерашнее прошло успешно, походу. Да. Ну что, правильно, Virtus.pro Prodigy обнулились. А теперь можно дальше свои винстрики набивать. Почему бы это не делать в рамках Epic Prime League, конечно. Раз победка, два победка. Да, не будет 100% результата. Но можно старших братьев своих, так сказать, пропустить на первое место, себя на второе поставить. Это был бы идеальный, мне кажется, расклад для организации ВП. Если оба состава в этой лиге упадут в топ-4 по итогам регулярки. По-моему, это было бы круто. Ну а если оба состава войдут в топ-3, например, вообще, по итогу всего турнира, то это будет сверхшикарный результат. Ну и там будет расклады в духе аниме, да, знаешь. В финале встречаются Virtus.pro Prodigy и Virtus.pro. И Virtus.pro Prodigy камбэк. Делаем матч реванш-то против Virtus.pro. Чисто из аниме. Топ-10 камбэка в истории. Но до этого еще далековато. Еще работать и работать. Работает пока FN. Купил себе гиперстоун. Йолнир на подходе. Ну, не нуждается даже в БКБшках каких-то. Нет, ну нет там ощущения какой-то опасности для снайпера, что его кто-то способен вообще в этой карте уже убить. Поэтому выходит чистый ДПС. Ну, наверное, и правильно. Да, конечно. Есть кому танковать. Будут на других героев тоже отвлекаться. Надо с Эмбером что-то делать. Надо с Суперновой что-то делать. Марс там будет хаос создавать своим ультимейтом. И до снайпера здесь добираются в данный момент полтора героя. Фурион в спину куда-то. Кускар, если очень близко подойдет. Но снайпер, скорее всего, просто не подпустит его на рейнш-льты. Ну и таск. Можно, конечно, еще релокейт придумать. Но это все такие ненадежные выходы. То есть нет какого-то врыва сразу же, чтобы задизейблить персонажа. Очередные два минуса в итоге. Три. Три. Ну тут даже драки нет. Бристалбек не обладает какой-то там толстотой сейчас. Фронтлейном, да. Эффектом фронтлейна. Нет, он с одним только клоак. И он вообще не вытантовый. Там в Эссел есть просто ранняя эпилептика, которая бесконечно заряжается. Они делают стоп-фраги. 14-2. Ну вот про эту карту. Про такие карты обычно говорят. Простить, забыть и отпустить вы не вспоминать никогда. И давайте на гол следующую. Потому что, ну а что-то... Пока только одна команда в доту играет. Вторая просто как... Манекены. Манекен, да. Звучит, может быть, немножко грубо, друзья. Но все по карте. Все как происходит. Я думаю, сами винстрайк понимают, что в этой карте вообще никакого сопротивления дать не смогли. На всех трех линиях поражения. Все отдано. И вернуть тяжело. Ну, развлекаются. 15-ая минута, опять-таки, захвата всех баунти-рун. То есть в этом плане вирус-про-про диджи не расслабляются. Контролят сразу четыре. Стоят просто в тушё территории. Поставили два агрессивных варда. Ждут любого сюда приходящего. Ну и Мелажул вот даже боится вот выйти куда-то в район центра. В блистер-2 бывший. Потому что там тоже боязно. Там могут сцепить с дистанции. Вот ближний кэмп выфармливать только. Как-то вынести себе армлета в Мордиган. Постараться. Ну, какие-то крохи, в общем, собирают по карте пока. В то время, как команда Virtus.pro Продиджи распределила свои ресурсы чуть ли не по всей карте. И всё фармит. Просто всё, что хочет. Вот даже если предположить, что, допустим, Хускар не появляется. И, соответственно, не появляется снайпер. Вот два каких-то простых метовых героя. Поменялось ли что-то в игре бы? Или всё-таки разнос на боковых линиях дал бы так же себе знать? А ФН бы вряд ли сильно уступил. Попытка убить Хускара. Но пока урона не хватает. Там Таск вкатывается. Куда-то далеко за Пугной идёт. Ну, а снайпер стоит, задалека постреливает. Хускара точно убьют. Нужно ФН подниматься на хай-граунд и продолжать убивать людей. Хускар. Нужно буквально два удара нанести. Пытается спасти и кикит. Декрип. Минус висп. Ну, смог смеложил уйти. Минус два всё равно. Размены никого нет. Там Таск добрался до Пугной наконец. Дал даже ударчик один. Но, опять-таки, никто не поддержал. Да и поддерживать пока никому. 15к перевеса за 17 минут, друзья. Ну, около там тысячи голды... На тысячу голды больше срабатывают каждую минуту. Ребята, из Версурова продержи. Примерно. Это, конечно, сами понимаете, очень много. Так, ну, молнии дальше. Эпилептик кит. По билдам вроде всё понятно. Есть чем пушить строение. Это и снайпер, в первую очередь. Конечно же, это Пугна с Бластом. Пока, правда, Бласт третьего уровня. Тем не менее, можно будет подкачать. Ну, и где-то можно попробовать выйти в Дизоль. Например, я не знаю, на Эмбере. На Марсе. Ну, дабы просто быстрее с строениями расправляться. Что пока мы видим, и страйки сами сдаваться не собираются. Надо им помочь. Помочь им сдаться. В Индстрайк уже нужно думать о второй карте. Нужно, возможно, какую-то другую стратегию показывать. Бристалбек не зашёл. Все остальные герои, да, наверное, в принципе, какую-то глобальную игру не ставят. Так, здесь попытка убить Эфена. Эфен, кстати, очень близко к вражеским героям. И в Орлус Панч по нему есть. Но там стоит за спиной Эйн. Он не позволяет пробить как-то Эфена. Уже минус 2. Дальше убьёт Кускара. Монстр килл от Эфена. Гудгейм 1-0. Так, друзья, ну первая разогревочная такая карта прошла успешно, я смотрю. В общем, раскликались, надеюсь, и те, и другие. Ну, что можно сказать? Можно включить нас, пожалуй, да, чтобы мы показали свои, может быть, не самые счастливые лица по прошествии всего того, что случилось. Да, всем привет, друзья. Мы теперь с камерой, хай-тек технологии, друзья. Мы онлайне работаем. Всем большой респект, что находитесь сегодня с нами, смотрите трансляцию. Я тебя не вижу. Так тебе и меня не надо видеть, я тебя вижу. А, окей. Я думал, я тоже тебя вижу. Ты в камеру смотри, люди тебя видят, это самое главное. Привет. Да, всем еще раз привет. Ну, в общем, по первой карте особо анализировать, я думаю, нечего. То есть сыграли, как сыграли. Виртус Про Продиджи подтвердили свой статус фаворита. Они просто разнесли соперника. Отличный ласт пик, я считаю, снайпера против Хускара. Фэн показал, как это работает. Я думаю, что Меладжул убедился в том, что против снайпера все-таки тяжеловато стоять. В общем, тяжело, конечно, загадывать на карту вторую, но хочется, чтобы Винстраки, наверное, как-то оправились после первого поражения, дали какой-то бой. Не знаю, возможно ли это вообще. Да, пожалуй, надо просто полностью глобально менять стратегию и показывать что-то новое. Это как вчера Cloud9, например, играли. Мы от них ждали какой-то необычной доты, так как они играют с заведомо более сильным соперником, да. Здесь это тоже похоже на подобное. Соответственно, нужно удивлять, нужно пытаться играть чем-то необычным. Как-то в мету, в дефолт, мне кажется, ВП Продиджи посильнее будут. Пожалуй, да, друзья. Ладно, мы не будем вас надолго задерживать. Небольшая сейчас пауза, немножко реклама, немножко музыки, конечно, и на драфты второй карты обязательно вернемся. Оставайтесь с нами на трансляции.